Зима в Подмосковье, легкий мороз, долгожданный снег. Водоемы покрылись льдом и некоторые жители устремились на них, чтобы лично проверить прочность покрытия. А вот спасатели этого делать не советуют и говорят, чтобы один человек мог безопасно пройти по льду, его толщина должна быть не менее 5 сантиметров. Чтобы ее измерить, линейка не нужна. Как по внешнему виду понять, что лед безопасен, на него можно выходить? Вот у нас здесь такой светлый лед, непрозрачный, безопасно? Непрозрачный, да, он немного синеват, это самый прочный лед. Значит, если лед имеет цвет более белый, он уже как бы вдвое хуже. Но даже если водоем замерз как следует, о правилах поведения забывать не стоит. В темное время суток на льду делать нечего. Переходить нужно по проторенным дорожкам. Безопаснее всего на лыжах. При переходе водоема группой, если у вас идет несколько человек, вместе идти нельзя. Надо соблюдать дистанцию хотя бы как минимум 5-6 метров между людьми. А вот если случилась беда и лед оказался недостаточно прочным, нужно вызывать спасателей. Они точно знают, что делать. Максимально разнинув руки и ноги, подвигается пострадавшему. Дальше подает пострадавшему подручное средство максимальной длины и пытается его вытянуть. Впрочем, все то же самое может сделать и случайный прохожий. Вместо специального приспособления подойдет длинная палка или куртка. Главное, перед тем, как отправиться на помощь, не забыть набрать номер 112 и назвать диспетчеру место происшествия. Можно попытаться и самостоятельно выбраться из ледяной воды. Если, конечно, знать, как надо действовать. Сзади себя опереть с руками об лед, попытаться оттолкнуться, как только он оказался на поверхности льда, лечь на спину и перекатиться. И также ползти в обратную сторону, в сторону берега. И все же лучше не доводить до беды, а избежать трагедии можно, соблюдая все правила безопасности. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.